Как представиться для начала? Илларионовой надежды. Надежда, вот я так понимаю, вы планируете эти митинги сделать каким-то постоянным? Да, будем выходить каждые выходные. Да, почему? Вы собираете здесь, я вот и сейчас послушал, и в средствах массовой информации официальных видел, что проблема уже практически, считайте, решена. Ну, это все только на словах, на деле никакого решения проблемы нет, и когда будет решение проблем, мы не знаем. То есть нас только выкидывают из проблемных, потом с помощью прокуратуры и суда мы как бы, нас обратно туда. Да, вот, кстати, вот эта история, вас же уже признавали один раз проблемным домом, потом вроде как администрация отменила, да, по своим постановлениям, вы подавали в суд, да? Мы подали в суд, да, 16 января мы выиграли суд, у нас есть решение, на которое подана апелляция администрации. То есть 26 марта должна состояться апелляция. То есть они, то есть, а это было решение об отмене постановления администрации или о внесении дома в список проблемных? Ну, суд постановил отменить постановление администрации об отмене постановления, которая... Дом проблемным. А зачем она это делает? Чем мешает администрации то, что у вас дом состоит в списке проблем? Ну, вот, да, наверное, статистику портит, наверное, не хотят решать проблему. Ну, так говорят-то, что хотят. Ну, говорят, что и кур доят, но на самом деле это не так. Ну, то есть, судя по вашим плакатам, вы не очень доверяете обещаниям? Ну, мы абсолютно не доверяем, потому что, кроме слов, пока на данный момент особо не видно того, что происходит. Ну, представить, как вас? Кузнецов Юрий и Каташидович. Ну, спасибо. А вы, то есть, вы собираетесь через неделю еще раз? Да, мы собираем следующий митинг, у нас подана заявка на 10 марта. А дальше, соответственно, еженедельно будем проводить одиночные пикеты, будем проводить митинги, для того, чтобы наш вопрос был на виду и наш вопрос решался. А одиночные пикеты вы планируете где? Они проводятся у Минстроя Московской области, в том числе у правительства Российской Федерации они проводятся, для того, чтобы привлечь внимание не только городских или региональных, но и властей России. Потому как, сами мы понимаем, что пройдут выборы, и с большой долей вероятности это все заглохнет, так как уже можно будет особо не заморачиваться по этому вопросу. Спасибо. Спасибо большое.